Здравствуйте, мои дорогие читатели! Вы постоянно спрашиваете, в чем секрет моих королевских розочек, и как я вырастила дома такой красивый розарий. Сегодня поделюсь с вами тем, как я сажаю розы и как за ними ухаживаю. А главное, расскажу, из каких семян получаются такие шикарные розы, которые быстро растут, постоянно цветут и не вянут через месяц. Теперь я точно знаю, что вырастить дома розарий по силам каждому. Все, что для этого нужно, знать азы цветоводства и покупать семена у проверенных поставщиков. Семена – это самое главное. Если они изначально плохие, то ничего не поможет. За 10 лет стажа садовода, какие я только не покупала, и заграничные, и самые дорогие, и с местного рынка, и сама собирала их с покупных роз. Результат всегда был плачевный. В лучшем случае всходило 15-20 семян из 100. В худшем вообще ничего. Я постоянно находилась в поисках новых семян, покупала все подряд и не теряла надежды завести дома свой розарий. И однажды в интернете на форуме садоводов я увидела новую упаковку роз, которые даже назывались красиво-королевские. Стоили они недорого, и я решила взять на пробу, хоть особо на результат не надеялась. Была уверена, что, как обычно, взойдут два ростка, да, и завянут. Но рискнула, заказала несколько упаковок. Пришли очень быстро. В комплекте сразу были и семена, и уже удобренный грунт. Я, как обычно, посадила семена в стаканчике, основательно полила и... и поставила на подоконник. И так получилось, что мы с мужем и сыном уехали к сестре за город на две недели. Я сначала сокрушалась про свою рассаду, да и позабыла про нее. А лето было на дворе, погода солнечная. Вернулась через три недели домой. Я глазам своим не поверила. Там уже пробились ростки, да еще и какие крепкие. Обычно один-два тонюсеньких всходят, а тут девять штук сразу. Я их сразу полила. Будете смеяться, но через неделю опять сестра к себе позвала. Когда я вернулась, маленькие росточки уже превратились в небольшие кустики, высотой сантиметров двадцать. Представляете, это без дополнительного ухода. Я таких неприхотливых семян за всю жизнь не встречала. Дальше цветы росли, как на дрожжах. И через несколько недель я заметила первые бутоны. Садоводы должны понять мою радость. Ведь мало какие ростки до этого доходят. А тут два месяца и пожалуйста. Да еще и без заморочек. Через несколько дней все кустики покрылись цветами. Я не поленилась, посчитала. На каждом было около двадцати штук. Дома появился непередаваемый чудесный запах. Все соседки побывали у меня в гостях и дивились розами. Сейчас у меня стабильно выходит по пять-семь тысяч в неделю. А перед праздниками бывает и все пятнадцать тысяч. Представляете, какая прибавка к зарплате получается. Ну а теперь раскрывают главную находку. Мои семена называются королевские гибридные розы, домашний садовод. Есть четыре разных цвета. Желтые, белые, фиолетовые и красные. Покупаю я их только на одном сайте. Дорогие мои, оставляю вам ссылку на проверенный сайт, где можно заказать королевские розы. Обязательно поделитесь потом своими результатами. И поспешите, пока всю партию не распродали. Ссылка под видео на магазин.